здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта и сегодня я сделаю для своих подписчиков разбор рынка с торговыми идеями а также для моих партнеров с компания маркетс сделаю разбор по таким инструментом как индекс страха в x s&p 500 nasdaq евро доллар доллар золото серебро в двух словах рынок криптовалют акции посмотрим несколько акций по некоторым инструментам есть интересные моменты по некоторым они для меня в принципе не торговые поэтому выскажу там пару слов о них напоминаю на сайте кухта капитал у вас будет возможность ознакомиться с закрытым каналом про сигнал а также с обучением и авторской торговой стратегии модельный трейдинг давайте перейдем к рынкам что интересного с таких глобальных фундаментальных моментов происходит на рынках да будет большой блок статистики по рынку сша на этой неделе начиная от вчерашнего дня понедельника до пятницы у нас каждый день идет большой блок статистики и у нас будут фарм пэрлс и там джолтс куча куча статистики она повлияет на рынок но есть еще помимо этого еще более глобальные моменты смотрим приняли все-таки на выходных законопроект по поводу госбюджета сша последний там момент сенат принял президент барин подписал и какой результат на открытие рынка понедельник в принципе негативно это первый момент второй момент я не учитываю там не будем сегодня обсуждать куча разных фундаментальных моментов которые негативны на в экономике сша я уже их ранее обсуждал очень детально второй момент который стоит внимательно смотреть на него это пока ну скажем не запрещенная пока пауза по байбеком на рынке сша среди крупных компаний сша да что такое байбек это когда в компании есть много собственных лишних денег средств на балансах и они там на миллиард долларов занимаются выкупом акций с рынка да чтобы не чтобы меньше платить инвесторам дивидендов и так далее да больше себе зарабатывать за последние несколько лет крупные компании топы сша выкупали очень много своих акций то есть у них очень много кеша то есть они зарабатывают да население теряет в основном по всем показателям а компании в принципе неплохо зарабатывают но у нас до середины октября у нас идет такая пауза она еще связана я основные причины скажем не ознакомлен почему там пауза но есть одна из причин это тот же тот же страйк профсоюза сша по поводу автомобильных компаний там chrysler ford ну там несколько компаний до самых крупных сша они страйкуют по поводу чтобы им подняли зарплаты посмотрим чем это закончится потому что те условия которые они просят тут даже илон маск писал по поводу того что ну выбыт в убыток за загонят компания ну посмотрим чем это закончится какой-то консенсус они явно найдут это тоже давит на рынок скажем вот этот момент я о нем говорил еще недельку назад да это стоит учитывать ну и принципе это все если так смотреть по таким основным важным моментом давайте перейдем мне непосредственно к рынку начнем с индекса страха напомню индекс страха возможно торговать в компания маркет я ранее советовал его покупать еще с уровня 15 то есть мы его здесь торговались аналогично как и с np 500 шортить с максимумом мы в принципе неплохо выросли но я думаю этот рост этот рост по индексу страха еще не закончен и я бы дальше его покупал с как минимум с еще одним пробоем проколом вот этого уровня 1950 возможно даже выше у днем достаточно сильно поэтому я бы его покупал с текущих даже если мы немножко будем откатывать я бы его подбирал с каким-то основным риском в районе там 16 пунктов да вот если мы туда зайдем конечно мы можем здесь какой-то боковик такой нарисовать еще раз где-то в район 15 спуститься это я не исключаю и только потом стрельнуть наверх поэтому индекс страха покупаем видим что на рынок держит инвесторов страхи но непосредственно индексы фондовые на выходных я еще в обзоре говорил что возможно работать на коррекционное движение но видим никаких позитивных моментов от принятия госбюджета не получилось и рынки показали снижение пятницу да точнее понедельник я посмотрел там несколько акций достаточно все красиво закрылись вчера акции там где-то несколько акций посмотрел но они более связаны с nasdaq насдак вчера неплохо закрылся но s&p dow jones достаточно плохо поэтому по s&p я бы советовал шортить с текущих если мы даже будем откатывать я бы добавлялся в шорты у нас пока ключевой локальный уровень это 4350 пунктов это максимум вот этот вот этот локальный откат который у нас есть да я еще не исключаю что могут быть какие-то ловушки у нас будет какая-то более глубокая коррекция это нельзя исключать поэтому кто среднесрочно торгует я бы если мы все-таки с текущих не будем падать плюс-минус и будет коррекция я бы там добавлялся на более сильное там среднесрочное такое снижение поэтому s&p пока шорт конечно с каким-то определенным риском чтобы не было такого что s&p делает глубокий откат и не только этот откат получается мы идем на обновление исторических максимумов да даже вот за последние несколько месяцев вы теряете депозит да это с каким-то вы просчитать и свой риск потому что это рынок может быть все поэтому s&p пока шорт вот по nasdaq ситуация чуть сложнее потому что и видим что поджимают вот я говорил что s&p nasdaq возможно покупать спекулятивно локально в принципе вот немножко откупили его да кто здесь покупал в принципе мог заработать мы локальные цели я ставил на уровень 15 тысяч на и возможно даже чуть чуть глубже будет этот прокол откат такой по nasdaq но я бы работал на основной сценарием возможно конечно спекулятивно еще будет какой-то рост но я бы пока набирал шорты из текущих если будет ложный вынос дальше добавлялся у нас пока мы находимся в этом таком локально нисходящим тренде так его можно назвать условно да я бы видел пока падение по nasdaq да поэтому индекс страха покупаем nasdaq s&p шорти да s&p чуть лучше в двух словах по металлам напомню каких-то новых точек входа я не вижу потому что мы просто сыпемся по данному инструменту напоминаю на последней битве аналитиков на прошлой неделе с артем деевом мы шортили золото да я аналогично шортил советовал шортить и говорил что среднесрочно я жду золото на 1800 мы практически его сделали это 1816 да возможно еще мы сюда добьем возможно ниже еще будет да потому что есть куда откатывать но как видим очень хорошо золото отработалось я этот сценарий такого среднесрочного шорта вынашивал все лето да и мы пошла реализация такая сильная только октябре осенью даже мы в сентябре что-то там болтались и пытались откатывать немножко на текущий момент точек входа я никаких не вижу покупок аналогично я буду ждать что здесь будет дальше происходить если будут какой-то мощный паттерн на разворот золото на на рост дабы я буду говорить пока нету мне уже хватает несколько сделок по индексу доллара там несколько рисковых я уходил и не сработал на по серебру двух словах и здесь аналогичная картинка тоже вынашивал среднесрочный шорт вот с этого накопления он мне прямо напоминал вот август про 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 прям аналогичный период прошлого лета вот здесь аналогично мы отпадали и плюс минус где-то в ближайшее время если будут какие-то подтверждения покупок по серебру по золоту я буду смотреть так в двух словах нефть нефть очень красиво падает я напоминаю еще на прошлой битве аналитиков и в принципе в обзоре последнем свои своем я советовал шортить нефть мы в принципе неплохо отпадали 90 все-таки сделали даже ниже и что это происходит по нефти это коррекция или это разворот тренда в вопрос открытый да то есть у меня есть такой принцип если есть точка захода вот я советовал своим подписчикам шортить про сигнал мы сидим в шортах получится средний срок заработаем много денег не получится выйдем там по безубытку или там по стоп-плосу да кто желает там закрывается по по короткой прибыли да текущих на текущий момент точек хода нету просто такой просмотр да я уже высказался где есть точки входа где нету по натуральному газу здесь ситуация чуть по-другому я пока еще за покупки по данному инструменту конечно вчера день немножко плохо закрылся мы так задавили его вниз но у меня есть еще какие-то надежды что натуральный газ будет пробивать уровень 3 уходить там на 3.20 на 3.30 на 3.50 такой сценарий еще есть желательно сегодня хорошенько откупить я еще за покупки посмотрим отработаются ли они ну и катон в принципе вчера была неплохая реакция на покупочки вот я в обзоре последним советовал шортить вот здесь у нас такое мощное накопление практически с два месяца идет я напоминаю что катон хлопок я еще советовал покупать в районе 80 вот этот весь период мы его покупали да я уже ждал давно что мы уйдем на 100 но пока мы 90 щупали несколько два раза мы в сентябре и в в конце сентября то есть два раза мы щупали 90 на принципе неплохо он отработался но я хочу сотку чтобы мы сделали и по поэтому пока мы находимся выше вот этого локального такого поджатия смотрите вот видите выше вот этих минимумов которые у нас в районе 85 86 я бы его покупал со среднесрочной целью 100 на возможно выше даже так двух словах по индексу доллара индекс доллара еще находятся в тренде поэтому здесь пока говорит все о покупках конечно я думал что какие-то будут коррекции по данному инструменту но видим трейдеры ищут защиту от риска да там уходят с рынка акций покупают облигации покупают доллары понятно что когда трейдеры инвесторы продают свои акции они переходят доллары поэтому я бы индекс доллара дальше бы работал на покупку пока никаких признаков нет вот я пытался вчера заширтить и не сработало не сработала моя идея с небольшим стоп-лоссом я пока за покупки аналогично по евро-доллару евро-доллар мы сумели вчера пробить даже вот ключевой такой уровень 1 0 4 90 плюс прошло недельный минимум и пробили закрепились поэтому здесь пока все смотрится на падение и здесь просторы открыты сделаем мы 1 0 4 1 0 3 посмотрим но пока я за снижение никаких признаков и не буду ловить какие-то сложные возможно буду если будут сигналы но лучше подождать хорошего примера потому что четкий тренд и пока за снижение поэтому индекс доллара лонг евро-шорт фунт и другие пары аналогично ну и по доллар рубль здесь просто красиво все отрабатывается напомню и на прошлой неделе и на позапрошлой неделе в районе когда мы торговались 96 вот здесь в этом накоплении я говорил что доллар рубль у нас целится на 100 на 100 на 102 до 100 мы сделали вот сегодня 100 ровно даже чуть перебили и возможно в ближайшее время мы сделаем 102 возможно выше я не знаю то есть посмотрим возможно это уже был потолок но в принципе кто покупал эту пару то в принципе он мог заработать на на этом инструменте я активно в обзорах своих советовал покупать и в закрытом канале про сигнал с у меня есть скажем кто торгует эти инструменты я их не торгую доллар рубль лично а и были еще вопросы по доллар гривна да я в принципе отвечал уже на этот вопрос в своем прошлом обзоре ну в двух словах да тут я график не смотрел в принципе можно посмотреть давайте в двух словах я добавлю что вы понимали то есть я говорил в прошлый раз что здесь такие графики прям не ликвид но понятно смотрите то есть у нас это межбанковский курс да 3650 с копейками напоминаю в своих прошлых обзорах и в комментариях я писал что доллар гривна только только ракета наверх то есть я жду ну не сегодня завтра жду 50 60 гривен за доллар это конечно будет не в этом году это будет я думаю позже в следующем году или там через два года но перспектива в ривно никакая да почему то есть я думаю все знают ну и принципе если вы такие вопросы все время спрашивать да могут быть какие-то там укрепления на несколько гривен туда-сюда но это глобально ничего не поменяет вот мы смотрим у нас даже вот было был такой рост импульсной и плюс у нас идет банк держит курс национальный да и еще до того как я это сказал вчера мы узнаем что нацбанк сказал что он отпускает курс гривны в свободное плавание с 3 числа то есть сегодняшнего дня поэтому вот вот такие имеем моменты то есть принципе то что я прогнозировал банк отпустил и мы улетим космос конечно это возможно не сразу там две три гривны туда-сюда да ну это вопрос времени понятно что это все не идет как там за несколько дней месяцев это все длительный период но на промежутке вот тот же доллар рубль да когда он был там 50 60 и я в принципе говорил своих обзорах что ждут там сотку и выше и мы в принципе это сделали да посмотрите мне прошло прошлогодний обзор когда доллар рубль торговался там где-то вот да он торговался вот даже вот в районе 60 вот здесь я говорил что здесь смотрится на разворот тренда и мы получили сотку то же самое 21 год вот здесь по 75 мы торговали 70 аналогично то есть здесь паттерны только на рост да здесь могут начаться какие-то боковики укрепления рубля и так далее это краткосрочные моменты они конечно там длительные на полгода год но такие перспективы дальше были вопросы по коину ну здесь график такой корявенький мне кажется что вот этот тренд еще будет падать вот видим как вчера плохо закрылись по мне коин коин будет падать еще то есть пока мы ниже там 80 есть еще шанс уйти ниже или смотреть на пробой 72 то есть подойдем что-то нарисуем красивое на дальше биткоин по биткоину в принципе вчера достаточно произошел такой ложный вынос 28 150 движение вниз сложно сказать был ли это конец роста по биткоину дальше пойдет падение есть здесь поджатие поэтому здесь нужно смотреть будет ли рисоваться на пробой 28 115 там 150 вот этого уровня потому что эфир вчера так слили вот на весь рост который был и на все слили поэтому здесь я не исключаю что у нас это был такой фейковый рост как и в августе и мы здесь проторгуемся выровняем здесь нужно смотреть по биткоину по эфиру что дальше будет будет поджатие на пробой или будут выравнивания в шорт то есть это вопрос времени то же самое по арбитрому был вопрос в комментариях продолжится ли рост вчера тоже скинули есть поджатие то есть нужно смотреть что дальше будут рисоваться ну и по акциям в двух словах было интересно для меня акции мета фейсбук конечно вчера так откупили под хай вот я еще прошлый раз говорил ключевой уровень 310 312 вот пока мы не жданного уровня пока сейчас смотрится на пробой в принципе немножко и NASDAQ откупили я бы здесь ждал шортовых каких-то моментов очень сильных в район 275 если это все коррекция по фейсбуку да то мы хорошенько валимся вниз то есть вопрос времени что у нас будет сейчас по индексам падение секущих или будет еще одна глубокая коррекция это в принципе все я как сказал что есть по некоторым инструментам есть хорошие идеи по некоторым их нужно ждать но в двух словах я высказался что там ждать нужно на этом все будут вопросы пишите в комментариях с вами был Виталий Кухта модельный анализ до следующего обзора пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok